Всем привет! Вы снова на канале Oasis Mrs. Smith и зовут меня Людмила. Друзья, сегодня у нас с вами по плану день фикусов. Фикусов у меня немного. Не могу сказать, что это будет обзор коллекции. Это скорее размышления вслух. Давайте посмотрим, что в наличии, что сейчас у меня имеется из фикусов и посмотрим, как они себя ведут. Сейчас разгар зимы. Сегодня у нас 20 декабря, а значит день еще убывает и нарастать еще будет как минимум через неделю только. Может быть даже через 2-3 будет видно уже, что день начинает прибавляться. Поэтому фикусы по большей части дрыхнут. Но вообще, честно сказать, не про спящие фикусы я с вами хотела поговорить. Я с вами хотела поговорить на тему, почему фикусы психуют. Достаточно психованные растения. Но не все, конечно. В основном психованные это фикусы бенджамина. Чуть что не так, они начинают сбрасывать листья. Давайте на них посмотрим. У меня в данный момент 3 фикуса бенджамина имеется. Но начнем мы не с них. Начнем мы с фикусов микрокарпа. Вы помните, у меня их 2. Один побольше. Это Фатима. Это она. С ней все в порядке. Но вот она дремлет. Дремлет. И дремлет так, с прошлого года. Он у меня практически год. Да? Вот. Чуть больше. Чуть больше года. Почему? Ну, я считаю, что вот этот вот прирост, то, что он мне выдал за прошлый год, это не прирост. Посмотрите. Очень короткие междоузлия. Это хорошо. Для него это хорошо. Я полностью согласна. Очень короткие междоузлия. Особо прироста ни на одной из веток я не видела. На самом деле, у меня есть подозрение, что в томниках, когда их выращивают, до определенного момента их подращивают, да, начинают очень интенсивно обрезать для ветвления и всего остального. И, скорее всего, используют препараты для сдерживания роста. Потому что фикус мощный и приросты выдает очень с длинными междоузлиями, особенно молодые растения. И вот тогда их начинают формировать и сдерживать, обязательно сдерживать, для того, чтобы они не теряли свой товарный вид. И какое-то время в наших домах они тоже поддерживают форму, несмотря на то, что лысеют веточки. Почему лысеют веточки? Потому что смена обстановки, плюс перевозка в темном контейнере, да, в темных коробках, это все сказывается очень негативно на листве, и они начинают, конечно, терять свои листочки. Какую-то часть вот листвы, вот то, что вы видите сейчас на нем, да, вот, это он нарастил дома, здесь, у меня. Но я не могу сказать, что это прям был активный прирост. Вот, растение выпустило много-много-много листочков новых, после того, как потерял старые, для того, чтобы выжить. Не для того, чтобы порадовать нас с вами буйным цветением, да, буйным ростом, а для того, чтобы выжить. Повторюсь, междоузлия очень короткие, вот видите, вот, и особого такого интенсивного прироста на нем нет. Вот, я считаю, что это все-таки делается для поддержания формы, да, для поддержания товарного вида. Из чего я делаю этот вывод? Есть у меня еще один фикус микрокарпа, вот он. Я его получала малышом, у него, естественно, ну вот совсем небольшое корневище, он не дошел до той стадии, когда уже можно, допустим, его начинать как-то сдерживать, и не только формировать, но и оставить, остановить его рост в небольшом размере, да. Он еще малыш, кого там останавливать, все правильно. И вот именно потому, что у меня вот этот фикус дает вот такие вот хорошие длинные приросты, вот видите, вот, это осенний прирост. Еще летом начал выращивать вот эти вот веточки. После осенней пересадки я не могу сказать, что он пошел как-то интенсивно в рост, он тоже спит, он тоже спит, он дремлет. Почему делаю такой вывод? Потому что вот эти самые свежие листочки, на них тоже имеются следы обработки, несмотря на то, что они вот такие вот небольшие и нежные, они все-таки затормозились в росте, и на них есть следы обработки, то, что я проводила по осени. Поэтому можно сделать вывод, что он тоже спит. Вот, да, есть верхушечные почки, они набухли, они готовы тронуться в рост, но в данный момент пока его еще что-то останавливает. Вот, вот так выглядит свежий прирост у фикуса микрокарпа. Не вот так, где, где покажу, вот здесь, да, нет, давайте вот здесь, вот. Не вот так, а вот так, вот. Вот этот фикус, он, конечно, тоже, он начнет расти интенсивно, когда переработает все препараты, которые он получил, да, которыми его накормили в питомнике. Это случается примерно через год, через полтора, наверное, даже, после того, как мы забираем растение домой. Вот эти вот год-полтора фикусу, конечно, нужно как-то протянуть, и чтобы его новый хозяин-то не угробил, да. После этого у него начинается интенсивный рост. Я такое явление наблюдала не на одном фикусе, скажу честно, не на одном. И именно вот эти вот сроки, да, год-полтора, вывела именно опытным путем. Где-то через год-через полтора фикус стартует так, что приходится останавливать. С этим произойдет абсолютно то же самое. Попомните мое слово. Давайте их сейчас я отставлю, чтобы они нам не мешали. Вот этот мы сейчас тоже резать не будем, он в спящем состоянии, смысла резать нет. Никто просыпаться из почек не соберется, сейчас еще слишком мало света. Они у меня по остаточному принципу стоят вот здесь. Это, конечно, южная сторона, но сейчас зима, и зима достаточно темная, несмотря на морозы и солнце. Света им все равно недостаточно для того, чтобы проснуться. А лампа, она светит не на них. Они немного, конечно, получают света, но этого вам недостаточно. Так, убрали. Дальше посмотрим на фикусамсталкинг. Не могу сказать, что это психованное растение, если только оно не переживает какие-то сложные периоды в своей жизни. Например, сильную глубокую просушку и дефицит влаги, либо какой-то серьезный залив, либо нападение вредителей, чего я, собственно, на нем, слава богу, ни разу не видела за столько лет. Оно не желтеет. Вот то, что мы с вами можем наблюдать... Ой, все. Куда делся? Куда-то упал. А, вот. То, что мы с вами можем наблюдать пожелтение определенных листочков, да, ну, листья-то на фикусе не вечные. Такой вот массовой потери листвы... Ой. Очень темно, не знаю, как снимать. Массовой потери листвы на нем нет. Но вот кое-какие старые листочки, они, конечно, желтеют и отпадают. Но он уже тоже начал просыпаться, особенно с той стороны, где на него попадает достаточное количество света. Вот видите, молодой листочек. Но не могу сказать, что так происходит абсолютно на всех ветках. Кое-где он, конечно, проснулся. Но пока еще... Пока еще можно сказать, что спит. Единичные растущие верхушечные почки, да, ну, вот типа вот этого. Это еще не говорит о том, что фикус проснулся, что он готов тронуться в рост, и ему пора провести какую-то формирующую обрезку. Хотя мне очень хотелось бы, конечно, уже сейчас его кое-как, кое-где постричь, потому что многие побеги в кроне растут неправильно. Но его мы, наверное, оставим на другой ролик. Именно формирование, стрижку вот этого фикуса мы с вами оставим на другой. На другой раз. Так, дальше. Хочу вам показать. У меня появилось два новых фикуса. Да, зашла в магазин случайно, шла мимо и зашла. Это было около трех недель назад. И купила себе два фикуса. Это у нас фикус. Это фикус кинки. И вот этот фикус это грин кинки. Так, ну давайте ненадолго на них посмотрим. Недолго на них посмотрим. Они у меня, ну в общем-то, практически прошли адаптацию. Да, три недели все-таки. Не могу сказать, что они теряли листья, но вот по паре листочков каждый из них вот так вот сбросил. Я их периодически трясу над раковиной, чтобы посмотреть, нет ли листопада, потому что крона густая. Нам их предстоит разделить. Очень большие планы у меня на эти фикусы. Но всему свое время. Все увидим в свое время. И кинки ведет себя точно так же прилично. Вот один листочек и один я у него пожелтевший убирала. Все на этом. За это время, за три недели, я их не пересаживала, только буквально пару раз поливала. Да, действительно пару раз. Потому что они сидят в таком грунте, в транспортировочном, который напитывает очень много влаги. И я их все-таки старалась не заливать. Сегодня они абсолютно, абсолютно сухие. Ну, может быть, чуть-чуть влаги, конечно, в грунте сохраняется. Специально не стала поливать, чтобы не возиться в грязи. Когда мы с вами их будем пересаживать и делить. Но сейчас уже можно. Вот, например, грин, кинки. Вот этих вот веточек молодых у него не было. Не было. Он пошел в рост. Вот эти тоже свеженькие листочки. Но вот за три недели, если фикусы не дербанить прямо сразу, как только он попадает к вам в дом, а дать ему прийти в себя, я их не обрыскивала. Ничего абсолютно с ними не делала. Я их просто поставила под подсветку, чтобы им не было темно. Ну и, естественно, среди других растений, может быть, сработала немного повышенная влажность. Да? Потому что все-таки до 30% у меня влажность в цветочной комнате не опускается. Где-то, ну, минимальное значение, наверное, в районе 50. Вот так. Здесь тепло. Что нам нужно, чтобы фикус не психовал и хорошо адаптировался? Хороший интенсивный свет, не меньше 12 часов. И, ну, хотя бы в пределах допустимого влажность, да, в районе 50%. Я их, повторюсь, я их ничем не опрыскивала. Ни препаратами антистресса, абсолютно ничего с ними не делала. Буквально пару раз полила, и вот наблюдаю. Наблюдаю. А психует у меня совершенно другой фикус. Вернее, психовал. Да? Психовал. Вот он. Вот. Видео про него было. Мы с вами вместе его пересаживали. И многие мне писали, что обрезку корневой системы этот фикус не перенесет. Они очень плохо отзываются на обрезку корневой. И было бы интересно посмотреть, что с ним станется примерно через месяц, а не сдохнет ли он у меня. Не сдохнет, ребят. Не сдохнет. Ну, во-первых, я знаю, что я делаю. А во-вторых, он, конечно, попсиховал. Да? Он, конечно, попсиховал. Ну, вот, достаточно хорошее освещение приносит свои плоды. Вот, смотрите. Он хорошо проснулся. Он под хорошим освещением хорошо проснулся. У него начали расти свежие листочки. Вот это вот все, молодежь, да? Молодежь, это все наросло уже у меня. Листья он разворачивает, прекрасно себя чувствует. Это сейчас. Первые две недели я, конечно, горстями собирала листья. Но, как вам сказать, я не могу сказать, что это была реакция на пересадку. Хотя частично, да. В моем случае, почему он начал желтеть? Желтел, ну, достаточно хорошо так, качественно. Я говорю, что я первые две недели собирала листья горстями. Сейчас этот процесс уже приостановился. И буквально последние две недели, да, две недели я наблюдаю, что у него начали расти листочки. И вот кое-где, кое-где вот единичные листья, да, они желтеют и опадают. Ну, вот видите, да? Я ничего не чистила. Причем пить он начал не сразу. Я его полила, как мы с вами договаривались, где-то, наверное, через пару дней, потому что грунт был влажный. Но полила и полила, и все. И мне кажется, я больше его и не поливала. Потому что корневая действительно была потревожена. Была полная замена субстрата. И ему было пить-то сложно, да? Надо было корневой дать адаптироваться. Нарастить новые всасывающие. Поэтому я делаю вывод, что мой фикус реагировал именно на пересадку, на замену, на полную замену субстрата. К субстрату растению тоже нужно привыкнуть. И на что еще? На смену условий, конечно. Мы с вами его пересаживали. Он у меня двух дней даже в доме не простоял. А рос он, конечно, в других условиях. Фикус и Бенджамина очень не любят резкую смену освещенности. То есть получается, что я его из привычных условий выдернула. Из горшка выдернула. Почистила ему корни. Посадила в новый субстрат. Здесь сработало два фактора. Два фактора сработало в минус. Это смена условий и зимняя пересадка, естественно. Поэтому я ожидала, что будет листопад, что, собственно, и произошло. Но в плюс именно сработала плюсовая температура. Хорошее теплое содержание. Сейчас у меня здесь в районе 24 градусов. И даже при выключенном подогреве пола у меня здесь температура не опускается ниже 18. Он также стоит у меня вместе со всеми остальными растениями. Влажность в пределах допустимого. И досветка. Досветка не меньше 12 часов в день. Вот. Вот такая лампа над ним висит. Я, конечно, у аллоказию забрала. Повесила сюда. Потому что у меня здесь скопилось небольшое количество фикусов. Мне их надо было досвечивать качественно. Вот. И он очень даже благосклонно на все мои манипуляции. В конце концов, отреагировал. Сегодня я хотела бы, конечно, его хотя бы немного обрезать. Но поскольку оператора у меня нет, не знаю, смогу ли я вам что-либо показать. Или давайте так. Пусть он действительно окончательно проснется, да. Несмотря на то, что вот уже листочки начали появляться. Пусть он проснется. Пусть он до конца придет в себя. Где-нибудь через пару недель. Может быть, через месяц. Мы начнем его формировать. А сейчас он у меня пока приходит в себя. Итак, давайте перечислим те факторы, которые именно работают в минус. Как негативные факторы для того, чтобы растение впало в стресс. Для того, чтобы оно начало нервничать, психовать и сбрасывать листья. Повторюсь, что самые сбрасывающие листья, наверное, все-таки фикуза бенджамина. Но это вот не самый требовательный сорт. Он чисто зеленый. Поэтому он и приходит в себя достаточно быстро. И ведет себя более покладисто, чем пестролесные сорта. Так вот. Что у нас может сработать в минус? Смена местоположения. Первый раз. Пониженная влажность и сухой воздух от отопительных приборов – это два. Отсутствие досветки в зимнее время, когда день становится очень коротким. И интенсивность освещения падает в разы – это три. Ну и вредители. Вредители. Я, пожалуй... А, ну, конечно, да. Пересушка корневого кома, залив. Какие-то проблемы с корнями. Давайте это обозначим именно вот так. Какие-то проблемы с корнями. Мы с вами можем обозвать некрасивые фразы, как неправильный уход. Потому что в эту фразу может входить очень много всего. Вот. И когда вы просите моей помощи с тем или иным растением, я не говорю сейчас о фикусах, девчонки. Я сейчас говорю обо всех растениях, которые вы мне присылаете и в личку, и в комментариях под видео на Дзен, и в Телеграм. Пожалуйста, описывайте условия, в которых у вас растет растение. Сколько оно у вас находится? Куплено было в магазине, либо у коллекционера, если это молодое растение, да? Если свежее, приобретенное, так скажем. Была ли произведена пересадка? Подкармливаете, не подкармливаете? Режим полива. Сколько поливаете? Как поливаете, когда поливаете? Если пересаживали, то в какой субстрат? В какой горшок? Очень от многих факторов зависят проблемы с нашими растениями. Поэтому, если хотите получить исчерпывающий ответ, пожалуйста, пишите все, что знаете об этом растении. Хорошо? Я надеюсь, что вы меня услышали. И надеюсь, что вы мне не станете писать о проблемах ваших растений. Не потому, что я не хочу вам помочь. Нет. А потому, что они просто не будут у вас болеть. Все. Вот на этой оптимистической ноте мы с вами, скорее всего, закончим. У меня есть фикус. Мы с вами будем его формировать. Что-нибудь интересное придумаем. На этом я хочу с вами попрощаться. Ставьте лайки, пишите комментарии. С вами была Людмила. Оазис Миссис Смит. Всех люблю. Всем пока. Пока.